Я вижу много заметок. Да-да-да. Так вот, например, если кто-то не мусульманин. Хорошо. В чём для него разница между этой книгой и той книгой? Отличный вопрос. Потому что это общий вопрос. Очень хороший вопрос. Это книга Коран. «Каляму Аллаху Хайру Махлюк». Это несотворённые слова Аллаха. Он был неспослан пророку Мухаммаду, алейхи саляту вассалям, и он был сохранён слово-слово в букву в букву. Было сохранено даже способ произношения. Хорошо. А эта книга основана на некоторых писаниях, которые основаны на некоторых других писаниях, которые основаны на других писаниях, которые основаны на писаниях неизвестных людей, которые могли быть последователями Иисуса Мирьяма. И определённо эта книга была искажена. И я докажу это. Коран. На каком языке ты его читаешь? Конкретно ты. Арабском. На каком языке говорил пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям? Арабском. На каком языке был впервые составлен Коран? Арабском. На каком языке был Мусхав Усмана, на котором основан весь наш Коран? Арабском. Он на арабском. На каком языке говорил Иисус Мирьему? Арамейском. Его последователи были рыбаки. Это говорится в Деяниях в Библии, верно? Так что самые древние писания Библии сегодня на греческом, а не на арамейском. Самые древние, погуглите. Да, конечно. Я помню, много лет назад я прочитал об этом, что Библия, оригинальная Библия была на арамейском. Это правда, но... И были свитки, и множество отрывков, которые были уничтожены намеренно. Точно. Кроме того, из-за метода Дрейфа некоторые вещи были преднамеренными. Ты совершенно прав. Это совершенно верно. Так что оригинальные писания последователей Иисуса Мирьему были на арамейском языке, хорошо? Мы любим Иису, Иисуса Мирьему. Мы любим Его последователей. Они были на истине. Но их писание — это не то, что сегодня здесь. Самая ранняя рукопись Нового Завета... Ты можешь пойти домой и проверить это. Они были на греческом языке. То, что у нас есть. И есть один кусок бумажки под названием П-52, который относится ко второму или третьему веку после Иисуса. Она с размером визитную карту. А затем, самая ранняя из полных рукописей относится примерно к шестому-седьмому веку. Поэтому, когда есть подобные изменения, у тебя появляются такие вещи, хорошо? Да. Итак, позволь мне показать тебе пример здесь. Так что, это генеалогия Иисуса в Библии, хорошо? То, что я сделал на самом деле, это согласно Матфею? Да, согласно Матфею и согласно Луке. Я уже выписал их, хорошо? Итак, когда мы смотрим в Евангелие от Матфея, это здесь. Когда мы смотрим на Евангелие от Луки, это здесь. Теперь смотри. Я покажу тебе в самой книге. Там говорится, «И Яков родил Иосифа, который был у муж Марии, у которой родился Иисус, называемый Христом». Итак, согласно этому, Иисус был сыном Иосифа, который был сыном Якова, хорошо? Это Матфей, хорошо? Теперь давайте посмотрим на ту же генеалогию в Евангелии от Луки. Здесь Евангелие от Луки 3.23. Иисусу было около 30 лет, когда он начал свое служение. Люди думали, что Иисус был сыном Иосифа, Иосиф же был сыном Илия. Так что здесь Иосиф больше не сын Якова, он сын Илия. Но возможно ли, что Яков можно перевести как Илия? Отличный вопрос. Просто вопрос. Конечно, отличный вопрос. Вот почему я все это выписал, хорошо? Итак, у тебя есть в Евангелии от Матфея. Если спускаться... Иисус, Иосиф, Ияков, Матан, Элизар, Элиут, Ахим, Садок, Азор. Ты видишь все эти имена? Теперь давай посмотрим в Луке. Иисус, Иосиф, Илия, Матат, Левий, Мелихия, Джанна, Иосиф. Совершенно разные имена. Сколько у них неправильных переводов? Видишь, даже числа не совпадают. Здесь у тебя 43, восходящий к Авраму. А здесь 56, восходящий к Авраму. Что интересно, что от Аврама до числа 15 Давида. Имена одинаковые в обоих случаях. Так что произошло? Когда люди записывали эти рукописи, как только они доходили до пробелов, они делали добавление, вычитание, догадки. Понимаешь? Так что в итоге получается не тот же самый отчёт. Потому что это несохранённое Слово Божье. Братья и сёстры, прошу ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Именно. Теперь, позволь мне показать тебе ещё немного. Просто чтобы дать тебе представление. Здесь, во второй книге царств, глава 24, стих 9. Иуав подал царю список народа. И оказалось, что крепких, свободных держать в руке меч израильтян, было 800 тысяч человек. А иудеев 500 тысяч. Так сколько было в битве между Израилем и Иудой здесь? 800 тысяч и 500 тысяч. Отлично. Теперь, в той же Библии, в той же Библии. Первая книга, Паралипоминон, глава 21. Хорошо? Первая книга, Паралипоминон, глава 21, стих 5. «И подал Иов Давиду список народной переписи. И было всех израильтян тысяча тысяч, и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев 400 тысяч, обнажающих меч». Итак, теперь мы перешли от 800 тысяч к миллиону и 100 тысяч Израиля, и от 500 тысяч к 470 тысячам войску Иудеи. Позвольте мне привести ещё один пример. У меня выделено 50 с лишним заметок, но я приведу тебе несколько. Когда ты идёшь к ним в церковь на приход, они становятся очень репрессивными. Точно. Потому что здесь большое отличие между этим и этим. Это слова Аллаха, сохранённые без единого противоречия. И мы бросали вызов всем здесь на видео. Найдите мне одну противоречие, и я оставлю ислам перед вами. Найди мне одно. Но Библия полна противоречий. Я имею в виду, я дам тебе пару примеров просто ради забавы. Вот. Мелхола, дочь Саула, не имела детей до дня своей смерти. Мелхола, дочь Саула. Так что это не то, чтобы быть другая Мелхола. Потому что некоторые говорят, что это другая. Итак, у неё не было детей, пока она не умерла. Хорошо. Та же Мелхола, та же Библия, за исключением того, что теперь мы во второй книге царств. 21 глава, стих 8. Давид также отдал пять сыновей Мелхолу, дочери Саула, которых она родила Адрилу, сыну Верзеля. Теперь, та же Мелхола, тот же отец Саул. У неё было пятеро детей. Так что, либо у неё не было детей, пока она не умерла, либо у неё было пятеро детей. Это не может быть и то, и другое. Я был воспитан на этом. Верно. Позвольте мне показать вам ещё одну вещь. Последнюю. Это в Библии в Ветхом Завете. Исход 21, стихи 20, 21. Если кто-то ударит раба своего или рабыню палкой, так что он умрёт под его рукой, то он должен быть наказан. Однако, если он останется жив день или два, он не должен быть наказан, потому что он его собственность. Так что здесь говорится, что если ты забьёшь своего слугу до смерти, если он проживёт один день, для тебя нет наказания. Как Бог может повелить такое? Мужчина, который был до вас здесь, он говорил, что Иисус — это Бог. Он тот, кто не спасал это. Разве этому проповедовал Иисус, чтобы убить ваших рабов до смерти? Аль-Саляму алейкум, братья и сёстры. Подписывайтесь на наш Бусте. Я публикую там видео без рекламы. И они открыты для всех, кто хочет смотреть. Так что подписывайтесь. Иншалла, в этом будет польза для вас. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.